Кто-кто в Сирене живет, кто-кто на Высоком живет. Это я, мышка-нарушка. В Тюрьмоке есть даже у мышки-нарушки. В семье Башиных знают, что так бывает только в сказке. Супруги 6 лет ждут сертификат на квартиру по программе «Молодая семья». За последний год мы на 9 человек всего лишь вниз сдвинулись по очереди. Звонили в комитет по делам молодежи, но я узнавала, почему такая ситуация. Они сказали, что в Алтайский край очень мало сертификатов поступило от государства. Сейчас семья 631 на очереди. Через три года Евгению исполнится 35 лет. Это значит, что в 2021 семья автоматически вылетит из программы. Одно дело, когда ты ждешь, надеешься какого-то момента, что там, допустим, через несколько лет тебе все-таки дадут сертификат. А другое дело, когда ты смотришь в никуда, в будущем никакого просветления нет. Поэтому Евгений и Татьяна приняли решение взять ипотеку на 20 лет. Я перестану быть не то, что молодым. Пожелым будут. А там и пенсию отодвинут. А ведь сертификат на сумму от 1 миллиона рублей ускорил бы процесс погашения долга. Стоит сказать, что раньше программа работала. Например, с 2011 по 2014 год было выдано более 2000 свидетельств. В этом 26. Программа «Молодая семья» датируется из бюджета всех уровней. В прошлом году Алтайский край вообще не участвовал в распределении субсидий с федерального бюджета, так как власти вовремя не подали заявку в Минстрой. Тогда люди вышли на митинг. Мы таким образом потеряли долю финансирования и лишились в среднем. От 10 до 20 семей не получили сертификаты. Ввиду того, что просто не была подана заявка в срок. В мае активисты отправили письмо в адрес администрации города. Пришло два ответа. Никаких предложений не было. То есть, опять же, статистические данные, сколько выделяется. И говорится о том, что не предоставляется возможным. То есть, что-то сделать больше, увеличить. В сентябре-октябре примерно планируется заседание городской думы по данному вопросу. То есть, по вопросу увеличения финансирования. Теперь более 300 граждан готовят коллективное письмо в Рео губернатора края. На днях Виктор Томенко в интервью одному из телеканалов сообщил, что обратил внимание на слабую реализацию программы в регионе. Но пока не услышал от коллег внятных предложений. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости.